Мы проходим с вами законы, которые должны знать израильтяне, или которые... Все, кто идут вперед, в подобие к Творцу, находятся в состоянии постоянной войны в себе, с собой. А человек представляет собой мир. И вообще, в соответствии, мы говорили об этом в соответствии, с раскрытием реальности, мы начинаем постигать, что все, что мы видим вне нас, это на самом деле отражение того, что существует в нас. И поэтому все те люди, растительный мир, животный мир, неживой мир, вся Вселенная, это все неживое, растительное, животное и человеческие природы существуют во мне. А вне меня их не существует. И поэтому, когда мы говорим в комментариях наших на Тору о том, что человек должен так-то обращаться с животными, это с животным в себе, так обращаться с растениями, с растительным уровнем эгоизма в себе, с неживой природой и человеческой. Это все говорит о наших желаниях, которые мы таким образом в работе над ними, мы таким образом их сортируем, определяем и таким образом приводим к определенному порядку исправления этих желаний. То есть желания сами по себе не остаются, а мы только изменяем метод их реализации. То есть тоже те желания, которые изначально были все направлены ради эгоизма, ну самоудовлетворения, можно так сказать, то мы их переделываем на то, чтобы они служили на самом деле на пользу других. Мне могут сказать, стоп, каких других, если это все находится в тебе? Вот именно. А именно в этом-то и заключается фишка. То есть подвох, что на самом деле действительно все находится во мне, но при этом, когда я вижу, что все находится вне меня, мне это помогает изменить мое отношение не в себя, а из себя. Только лишь вектор изменить мой внутренний. На самом деле я никуда не выхожу. Но я начинаю принимать то, что считал, что находится вне меня, как находящееся внутри меня, как мои собственные личные свойства. Поэтому я и начинаю постигать, что я включаю в себя весь мир. И тогда я внутри этого мира, который сейчас уже становится моим, начинаю все понимать, все воспринимать, начинаю существовать. И этот мир, он не называется эгоистическим. Но он же во мне, потому что я изменил свой вектор изначально использовать все не ради себя лично и моего «я», а якобы относительно них, которые выглядели мне вне меня чужими. Таким образом, я исправил свой эгоизм, желание получать, на желание отдавать. И оно внутри меня, и никому не может бы относиться. Только вектор в нем исправленный, и таким образом я начинаю ощущать наполняющего меня Творца.